Всем салям! Новый день в Казахстане у меня. Сегодня я опять гуляю по Алматы. Сегодня погода другая. Немного прохладнее, солнышко. И я начинаю свой день с посещения парка Панфиловцев. Вот посмотрим, что это за парк. У входа в парк нас встречает сам генерал Панфилов. Вот он здесь стоит. Имеет отношение он к Казахстану, безусловно. Его здесь почитают и помнят. Ну, ребята, сейчас вот это видео будет не о подвигах в Великой Отечественной войне, не о Панфиловцев в 28-ми. Были они, не были. Сейчас видео не об этом, поэтому прошу это дело здесь и не обсуждать. Есть другие ресурсы. Я просто снимаю парк, красивое место. А парк действительно хороший. Вот уже так вот, с самого начала. Эта зелень прямо великолепная. Сейчас в парке немного народу. Вечером будет побольше. Сейчас в основном проходят на работу сквозь него. Ну, некоторые занимаются спортом. Работают раздевальные эти установки. И можно под них попасть, когда идешь по дороге. Но это даже приятно в летнюю жару. Парк достаточно старинный. Много вековых деревьев. Хвойные, лиственные. Дорожки. Все аккуратно, все чисто, приятно. Аллея памяти заложена матерями воинных, павших при исполнении интернационального долга. Ну, имеется в виду Афганистан. И здесь же Аллея Дружбы в честь 60-летия казахстанского комсомола находится. Ну вот, главная мемориальная площадь. И здесь памятники. Вот памятник афганцам. Ну, здесь вот здание с такой военной, можно сказать, аркой. И огромная площадь, на которой можно проводить митинги, различные мероприятия. И главный мемориал парка. Сейчас я подойду поближе. Здесь кубы с названиями городов-героев Советского Союза. Это воин-красноармеец. 1917-1920 по Союзной Гражданской войне. И здесь 1041-1045. Это уже касается Великой Отечественной. И главный монумент. Солдаты, прикрывающие подступы к Москве. И на памятнике, конечно же, слова политрука Клочкова. Из статьи, правда. Россия велика, отступать некуда позади Москва. И еще одна аллея памяти. Здесь установлены камни с именами героев Советского Союза, местных уроженцев. А следующая аллея, аллея глав государств. Вот они, наверное, эти деревья сажали. И, да, вот, казахстанский президент. Наверное, вот они эти елки посадили. И все из них аллея. Ну, это принято в некоторых государствах. Казахстан я это уже неоднократно встречал в разных городах. Такая вот форма, как бы, признательности. Ну, а педи красивейший православный собор. Очень величественно и красиво. Вознесенский кафедральный собор. Ну, наверное, одно из самых значительных церковных сооружений на территории Казахстана. Ну, а я иду дальше. В общем-то, территория парка невелика. Я уже практически прошел его весь. Он очень уютный. Здесь нет особых аттракционов. Какие-то горочки стоят и все. Ну, это правильно, потому что, в общем-то, мемориальный парк. Поэтому здесь неуместное развлечение, на мой взгляд. Как это делают в иных местах. Ну, посреди шумного города место, конечно, очень приятное для посещения. Здесь приятно провести какие-то минуты или даже часы. Ну что ж, на этом я буду завершать этот репортаж коротенький. Меня ждут другие места Казахстана. Сейчас выплывут ссылочки. Можете пройти по ним и посмотреть следующее видео из этой серии. Пока. Роман посторонним был с вами.